Девушки отдыхают 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 Много тех, кто нарушает наши права. Наши права все равно в любом случае нарушают. Это уж, наверное, испокон веков идет так. А нам так важно, пусть даже никто не поможет, но хоть поговорить об этом, правда? Это да. Мне кажется, самое главное, нужно все равно народ обучать, чтобы он знал свои права, чтобы ориентировался во всем этом. Спасибо. Всего доброго. Здравствуйте. Здравствуйте. Мы хотим вас поздравить с сегодняшним праздником, между прочим, День защиты прав человека. Это хорошо. Хороший праздник. Есть такой праздник. А вы и не знали. А тут вы. Ваши права нарушались как человека когда-нибудь? Да. Вот нам побольше таких граждан. Сограждан. Спасибо. Спасибо большое. Александр Ильич, что-то удивило вас, разочаровало, порадовало? Или все верно? Вы знаете, человек каждый день, по-моему, сталкивается с какой-то несправедливостью. Другое дело совершенно, когда справедливость или на бытовом уровне, или он пришел к чиновнику для решения вопроса, его, мягко говоря, отшили. Дескать, это иди подальше, много здесь восходит, а у меня здесь столько работы и так далее. И очень порадовал здесь один момент, когда человек сказал, что надо учить нас грамотности юридической. И подразумевалось. Потому что действительно вот сейчас ко мне очень большая часть уже, по крайней мере, чем в прошлом году идет людей, те, которые хотят получить просто бесплатную юридическую помощь. В чем она заключается? Кто-то домашние дела, которые не относятся к нарушениям прав человека со стороны органов государственной власти или местного управления их должностных лиц. Кто-то действительно жалится на решение правоохранительных органов. Кто-то жалуется на судебные. Кто-то на то, что там земельные наделы не выдают, когда у него есть все права сироты, приходят, как у нас с жильем. Ну, здесь список можно перечислять очень долго, но просто времени даже может не хватить. То есть спектр очень большой. Но тем не менее, в основном идут больше процентов жителей с своими обращениями. Это по вопросам ЖКХ, вопросам недвижимости. Это примерно четверть. Дальше идут вопросы здравоохранения, это вопросы, касающиеся заработной платы, это бывает и обман, это бывает мошенничество, что рядом стоит с обманом, ну и так далее, и так далее. Вопросы военной службы, вопросы взаимодействия с правоохранительными органами, когда там неправильно, по их мнению, возбуждается или отказ от возбуждения уголовного дела. То есть очень-очень много. Александр Ильич, вот хотелось бы поговорить, вы, конечно, знаете об этом, и наши радиослушатели тоже слышали. Вот когда в феврале к нам приезжала комиссия по правам человека из Москвы, и вот что поразило, я снимала сюжет для новостей, для телевидения, и я помню вот это вот количество народу, количество возмущенных граждан, там, по-моему, более 500 обращений было. Вы удивлены? Кто хотел вот поговорить? Я не знаю, сколько конкретно они заявлений приняли, но говорят, что какие-то четыре коробки вот в москвичи с собой увезли. Вот почему такой наплыв граждан? То есть, получается, эти люди не нашли правды в Хакасии. Так, да, выходит? Ну, однозначно, знаете, здесь ответ дать невозможно. Давайте будем говорить и сходить из того, что законы Российской Федерации, а мы живем в федеральном государстве, они везде одинаковы, на любой территории Российской Федерации. Где-то, по мнению граждан, они решаются правильно, где-то неправильно, вот как один из этого сказал, у меня вообще проблемы нету. Он просто не подумал, Александр Владимирович. Даже вот, понимаете, даже из суда, когда выходит та и другая сторона, то есть потерпевшие и обвиняемые, одни говорят, мало дали, другая сторона говорит, много дали. А давайте вот на конкретном случае, да, вот у нас есть героиня с нашего сюжета, посмотрим. Да, она обращалась. Вот это как-то философски, вот сейчас вот философски, теоретически звучит. А давайте на конкретном случае. Да, вот у нас есть героиня Светлана Щуплова, она одна из тех, кто обращался как раз за помощью к этой комиссии. У нее, просто для радиослушателей, чтобы понятнее было, скажем, что у нее сын попал в аварию, по-моему, лет 8 назад, и сейчас он валит колясочник. То есть она вот бьется за его здоровье, то есть она верит в то, что она его поставит на ноги, и вот с конкретной проблемой она пришла вот к этой московской комиссии по правам человека. Мы попросим Свету сюжет. Алло, Светлана, слышите меня хорошо? Да, слышу. В феврале этого года вы попали на прием комиссии по правам человека московской. Да. Можете сказать, кому вы попали, с каким вопросом и каков результат? Это Елизавета Петровна Глинка. У меня сын первой группы инвалидности. Я обратилась за помощью, чтобы нам куда-то в какой-то центр. Она мне объяснила, что не обязательно выезжать за границу. У них был такой пациент с таким же диагнозом. И она уже знает, куда нас определить. И сказала, дайте мне 3-4 дня, и я вам позвоню сама, я вас направлю, все. Но так как результатов никаких нету, по интернету, по почте отправляла запрос. Она нам ответила, что результат вам придет официальный. Год прошел, да, практически? Год прошел, никаких результатов нету. А вы пробовали вот эту проблему как-то решить на месте? То есть не к московской комиссии обратиться по правам человека? У нас же тоже есть представители? Ну, нам везде отказывают. Смысла говорят нет. А диагноз как у Дениса? Третий грудной с размножением спинного мозга. Но я вижу, сколько мы прошли уже, курс какие за свой счет. Люди нам помогали. В Питере были, в Новокузнецке, в Есентуке ездили в центры. Все равно у нас прогноз большой. Вот на ваш взгляд, вы уже с этой проблемой лет 7, да, наверное, как? Да, уже 8 лет. Легко, нелегко отстаивать права? Очень тяжело. Надо пройти столько. Мы вот 8 лет боремся, и очень тяжело. Спасибо вам, Свет, большое. Давайте, Денису, привет. Спасибо. До свидания. Всего доброго. Здесь уже, проще говоря, речь идет не столько о нарушении, сколько гарантированной конституции медицинской помощи. Та, которая необходима. Здесь, конечно, разговоры должны идти о высокотехнологичной медицинской помощи, в которой, допустим, не могут справиться здесь у нас с республикой Хакасия. Не секрет, что заключаются в Министерстве здравоохранения договоры с другими учреждениями не только здесь у нас в Красноярском крае, рядом расположенных там Новосибирск, Томской, Новосибирской области, но и в Москву, и в Санкт-Петербург едут со своими проблемами. Вот заявительница, она сказала, что уже были в Санкт-Петербурге, там ничего помочь не могут. Нет, она как раз сказала, что были там-то, там-то, и это принесло результат. Но только это все за свой счет, они даже квартиру продали для того, чтобы дать мальчику шанс, право выжить и право быть полноценным относительно. Я здесь не могу сказать это, извините, чтобы прямой ответ дать, поскольку не знаю тонкостей этого дела. Но этой семье никто не помог, и комиссия, вы и знаете, московская, пообещала, и ничего. У нас есть звонок. У нас есть звонок. Алло, здравствуйте, добрый вечер. Мы вас слушаем. Здравствуйте. Здравствуйте. У меня вопросы к Александру Ильичу. Александр Ильич, пожалуйста, помогите, подскажите. У меня такая проблема. Во-первых, по предписаниям администрации не решаются. Предписания отправляются, но виновник нарушения моих прав не принимает никаких мер, не поворачивает кровь в свою сторону в течение целого года. Кто должен следить за решением этих предписаний, обращаться в суды или администрация все-таки должна это решать, до конца доводить. И второй вопрос. Моя соседка, строя у себя погреб, разобрала часть моего забора. После того, как она завершила строительство этого погреба, она заняла моей земли 30 сантиметров. То есть залезла на мой участок, восстановила этот забор, как она пишет. И теперь это все принадлежит ей. А был разобран мой забор. Спасибо за вопрос. Так, я вас услышал. Вот говорить, сразу вам давать совет, не видя никаких документов, куда вы обращались, какое было принято решение. Я вот хотел бы вас попросить, если вас не затруднит, будьте добры, пожалуйста, подойдите в любой день, в любой день рабочий. По адресу улица Щетинкино, 18, кабинет 107. Если даже меня не будет, мои помощники примут у вас предварительные документы. Если буду я, примут сразу вас я. У меня прием всегда проходит еженедельно по пятницам с 10 часов утра. Поэтому будьте добры, пожалуйста, придите, принесите, мы эти вопросы там обсудим. И вот так всегда, вот такие вопросы вам поступают. Каких больше, вот такие 30 сантиметров земли не поделили? Я понимаю, вот здесь может, я говорю, такой вопрос быть, они, к сожалению, имеют место быть. Когда два соседа не могут поделить несколько сантиметров, в результате чего начинают судиться. Адвокаты стоят с другой стороны, вот уверяя о том, что дело выигрышное, судятся до тех пор, эти права, так сказать, своих клиентов защищают, пока у них не закончатся деньги. Потом они приходят ко мне и говорят, а вот так и так, вот мы 50 тысяч на адвоката только затратили, и затратили еще 70, ну не 70, извините, до 70 тысяч, еще 20 тысяч они затратили на судебные расходы в всевозможных судах. А ты говоришь, что делать? Я говорю, вы не могли сразу с ним договориться? Да вот он предлагал, нам сразу это и показалось неправильно, что это мы будем еще и в проигрыше. Вот мы хотели, ну всегда нужно, я считаю, здесь в первую очередь это договариваться. Если даже вот ко мне приходит и орган, допустим, местное самоуправление хочет что-то решать, я выезжаю, пытаюсь убедить, допустим, того же самого главу. Не получается главу района, если поселение это не... Дальше вступает действие прокуратура. Если нет, помогаем написать обращение в суд. И процентов 30 обращений граждан, которые вот связаны с органами государственной власти, их жалобы на их деятельность, их удается решить в полном объеме. Я вот знаю, что к вам часто обращаются обманутые люди, когда продавцы там, когда пожилого возраста, когда они приобрели за какие-то даже неусловные деньги, какие-то чудо-препараты, гарантирующие им здоровье и долгие-долгие годы жизни. И вы помогаете. А сейчас кроничь. Ну, честно говоря, не всегда это удается, поскольку люди, правильно здесь говорили и в интервью, что мы просто проглатываем это и все. А суть-то дела в том, что вот приходит сначала один человек в полицию, говорит, так и так, меня обманули с этим чудо-прибором или чудо-таблетками. Ему говорят, ну это гражданское дело, вы же подписали все документы. Все, человек ушел. Второй приходит туда же в полицию и все. А потом они приходят ко мне. И у меня, когда собираются вот эти вот обманутые, несколько человек, я иду уже в полицию сам. И говорю, вот уже здесь вот вы отказные дела были, вы понимаете, что это неправомерно. Если что-то не понимает в полиции, подключается прокуратура, и все становится понятно. Вот были приборы, так называемый домашний доктор, которые на самом деле дешевые китайские массажеры были. У нас в Хакасе обманули больше 130 человек. Группа из Новокузнецка была организованная. 159-я часть 4-я была возбуждена. Они, во-первых, практически всем отдали то, что у них обманным путем этим, как правило, пожилым людям было отобрано. И плюс получили еще реальные сроки наказания. Вот герой нашего следующего сюжета победил сам. Сам победил. Обманутый дедушка. Владимир Чупов, пенсионер из села Таштыб, стал жертвой навязчивых комивояжеров. Разъездные продавцы из Абаканов сучили старику мультиэкранную систему видеонаблюдения за 12 тысяч рублей. Теперь Владимир Алексеевич, наученный горьким опытом, даже корреспондентов пускает во двор с некоторой опаской. Деньги, конечно, он отдал добровольно, но от этого становится еще печальнее. Вообще, Владимир Алексеевич до последнего отказывался от ненужного ему видеонаблюдения. Но торгаши использовали все методы обработки клиента. Даже сослались на новый якобы закон, согласно которому в каждом доме должно быть видеонаблюдение. Обманули дедушку. Зачем я купил? 12 тысяч всунул ей. Вот не отстала, вот пожалуйста, пожалуйста. Забила сама гвоздик, повесила. Это, говорю, детская игрушка. Нет, вы, говорит, уйдете, а вас, говорит, обкрадут. У всех, говорит, должна, говорит, камера такая, говорит, восстановление, говорит, республики. Ну, сколько женщина такая стройная, красивая. Мне даже стыдно было спорить с ней. И в 12 тысяч я их копил, копил. Деньги Владимиру Чупову все-таки вернули. Хотя дело было безнадежным. Все же по закону заплатил деньги, получил товар. Но в безнадежном деле помогли настойчивость дочери и вмешательство участкового. Дедушкин дом сейчас, как и прежде, сторожит верный пес. Это надежнее какого-то там видеонаблюдения. Это все-таки женщина. Красивая, высокая. Сложно было отказать. Кстати, вот эти вот камеры и жоры, они действительно обладают необходимой подготовкой. И наших доверчивых стариков обманывают. И до сих пор приходят. И погадать, и порчу снять. И какие только уловки они пытаются сделать с тем, чтобы получить свое. И когда уже человек, увидев, что его обманули, бросается, а этого товарища уже и след простыл. И, как правило, потом уже через третьих лиц, когда обманет еще кого-нибудь. Но все-таки полиция в этом случае может помочь? Куда обращаться? В первую очередь, в полицию это однозначно. С этим случаем. И всегда, если радиослушатели это воспримут как должное, это было бы правильно, чтобы все вот эти сомнительные сделки в любом случае смотрели, что за человек, как он одет, как он себя ведет, какое лицо и так далее. Ну, я понимаю... Ну, какой лицо красивое, очаровался дедушка. Вот лицо очаровался, да. Искали симпатичную, да. В любом случае, по горячим следам, что называется, искать гораздо легче, чем когда уже эта вся тема уже, ну, очень усложняется. И мы еще бы хотели вас спросить, нравится или нет, когда вас называют омбудсмен, вот это вот заграничное слово. Мы бы говорить не можем, омбудсмен. Омбудсмен у бабушки вообще не поняла. У нас есть закон Республики Хакасия об уполномоченном по правам человека в Республике Хакасия. Точно такое же номинование, именно уполномоченный есть во всех практически субъектах Российской Федерации. И уполномоченный по правам человека в Российской Федерации называется именно уполномоченный. Смотрите, как красиво, омбудсмен. Нет, не уполномоченный больше нравится. — Так, вот еще один вопрос, Александр Ильич. Где тот предел, когда уполномоченный по правам человека перестает быть адвокатом общества и становится частью государственной машины? То есть приходится идти на какие-то конфликты с властью, отстаивая компромиссы, может быть? — Конфликтовать с властью, ну, простите, это плевать в колодец, из которого ты набираешь воду, потому что власть решает вопрос. Вот, допустим, вопросы невыплаты зарплаты. Вроде по законам, по всем, они должны выплачиваться. А вот приходят и говорят, а у нас зарплату уже там четвертый месяц не дают. Ну, тогда я прихожу к предпринимателю и спрашиваю, почему, или к директору. Он говорит, вот там трудности у меня и так далее. Но есть закон, который должен выполняться. Если предприниматель не понимает, я иду либо прокурору, который, спасибо, никто никогда не отказал, его просто эти решают, либо иду в органы государственной власти, республики Хакасия. Вот, допустим, два простых примера. Один был по Экопромпуть и в городе Черногорске. И один пример также был из города Саиногорска. Когда вопросы эти не могли быть решены, помогли решить два заместителя главы республики Хакасия. В первом и втором случае. Или вот простой бывает пример, ну, обыкновенный. Вот мы посещали фельдшерско-кушерские пункты. Ну, когда вот в одном из районов, теперь уже не буду называть, заходим в один ФАП сельсовета. Там у них, простите, даже туалета нет. И выгребной ямы нет. Где вы? Так вот к соседям ходим, встречаемся. Сколько? 15 лет уже. Прихожу к председателю сельсовета. В чем дело? Вы знаете, тут деньги плохо платят. Говорю, пройди ты, возьми доску, возьми ты гвоздики, организуй своих, сделайте. Да вот это вы понимаете сложно. Плюнул я. Пришел к Ленингену Смолину и говорю, вот такая ситуация. Через неделю мне это докладывает глава сельсовета о том, что все нормально. И звонят с папой. Фельдшеры говорят, наконец-то сделали. Но неужели 15 лет нужно было простейшую проблему решить? Но бывает, допустим, сложная проблема. Вот у нас состоялась сессия Верховного Совета, где приняли решение строительства диагностического центра и в дальнейшем строительства радиологического корпуса для лечения онкобольных. У нас ситуация действительно чрезвычайная с онкозаболеваниями. Я выступал не раз уже на бюджетных слушаниях, писал в докладах. Последний раз выступил на бюджетных слушаниях и говорил, ну давайте что-то будем делать. Меня услышала законодательная власть. Состоялся правительственный час на этой. И приняли решение именно строительстве. Выделили деньги для начала, и потом все это будет нормально. Я считаю, что это очень хорошее дело, когда у полномоченного государственного наслужащего были проблемы в том числе и с лекарственными обеспечениями. Точные вот эти вопросы иногда удается решить. Но бывает, когда становишься тоже не самой системой, а вот когда требуется спецпрепарат, который стоит полтора миллиона рублей. Где эти деньги взять, когда их нужно сейчас? А у нас по торгам, 44-й федеральный этот закон, который, ну простите, я несколько его не понимаю. Когда вот в этой сложной ситуации там не 100, не 200, не 400 тысяч, а именно полтора миллиона это лекарство стоит. А где его взять? А если человеку две недели хотя бы просрочить, оно уже просто будет потом не нужно. Нам с Олесей известно, что вы были дважды награждены Орденом Мужества за участие в Чеченской войне. Скажите, а в решении вот таких социальных сложных вопросов в должности уполномоченного по правам человека приходится проявлять мужество? Ну, вы знаете, как в известном фильме, там Берон Мехаза один градоправитель говорил, мне каждый выход утром на работу, это для меня подвиг, да? Для нас тоже. Вот, а здесь, это работа, которую я знаю, которую мне очень нравится. Я все же работал с людьми, и поэтому, когда люди приходят, особенно вот ребята, которые побывали в горячих точках, а им, простите, даже удостоверение ветерана боевых действий не дают, ну, здесь берешь за душу и выворачиваешься наизнанку, вот эти вопросы решаешь. Приходилось решать уже на уровне Москвы, то есть Министерство обороны Российской Федерации. Сросненькие были, особенно были тогда, когда я там сам в этом пути побывал. Вы выворачивали себя наизнанку, когда обращались к вам люди, которые подняли где-то там бабушку, она оказалась без жилья, потому что ее выгнали добрые родственники, да? Вот это тоже такие, даже помню, что была ветеран Великой Отечественной войны, да? Бабушка оказалась вот так на улице, вы решали проблему. Да, и в половине случаев вот удавалось эти вопросы решать, но вот все-таки доверчивость, вот то ли воспитание это старое, но хорошее, замечательное, советское еще было воспитание, любовь к ближнему и так далее. И вот бабушки, видя мытарство там своих детей, своих даже внуков, они продают последнее жилье в надежде, что внуки сдержат свое слово или там дети, что они возьмут большую квартиру или построят дом, и тогда эта бабушка будет с ними жить. А потом они дарственную делают, и бабулечки после этого говорят, вот бог, вот порог, давай-ка иди. Бабули приходят ко мне, бывает приходят в полицию, ну, говорю, в половине случаев удается решать, особенно, вот я очень прошу, уважаемых радиослушателей, если хотите что-то сделать доброе, вот, но связано с вашими потом дальнейшими большими затратами, ну, будьте добры, пожалуйста, ну, придите, посоветуйтесь ко мне, к любому юристу, адвокату, можно, не можно, придите, просто здесь у меня очень, к сожалению, большая такая практика уже негативных таких примеров сложилась, когда люди остаются ни с чем, и без жилья, и без денег. Вот хотелось бы еще спросить, все-таки, возвращаясь к защите прав человека, вот в нашей стране трудно, нетрудно их защитить, и вот от чего они зависят? Я просто хотела такой пример, может, не совсем удачный привести. Вот моя знакомая купила в магазине случайно пропавшую рыбу, ну, естественно, обнаружила, что эта рыба не свежая, уже дома, я ее уговорила пойти вернуть товар. Чек был? Нет, даже чека не было. Она пошла, вернула, продавцы извинились перед ней, естественно, вернули деньги, потому что это в один день произошло, там, 2-3 часа прошло с момента покупки, но она испытывала чувство, ну, вот, жуткой неловкости, и она извинялась перед продавцами, хотя они тоже извинялись. Вот, у меня такое ощущение, что у нас люди стесняются, что ли, свои права отстаивать в каких-то случаях. Если человек чувствует, что он прав, свое право надо отстаивать в полной мере, потому что это способствует, если он не будет свои права защищать, пытаться, в этом случае просто другая сторона будет, извините, наглеть, и обманет уже не только его, и обманет уже и других, и будет это считать за правило и за доблесть. То, что было раньше, в 90-е годы, считалось чуть ли не подвигом. Много вопросов остается неозвученными, на многие нет возможности дать ответ. Александр Ильич, ну вот, подводя итог к сегодняшнему нашему разговору, с какими словами Вы бы хотели обратиться к радиослушателям? Все-таки права человека, вот, по-вашему, это такое неэфемерное понятие? – Человек, хотя и вроде и взрослый, и ребенок, и престарелый, у него есть права, нам права всем гражданам России даны от рождения, согласно Конституции. Пусть это будет несколько высокопарно, но оно действительно так. – Высокопарно. – Ну, понимаете, что если ты не можешь защитить права, ты приди к тому, кто может это сделать. Поэтому, если вы сомневаетесь в правильности в своих поступках того или другого, либо вы считаетесь, что ваши права нарушены, просьба прийти к тем, кто защищает. Первое – это у нас органы государственной власти, органы местного управления, их должностные лица, у нас правоохранительные органы, у нас прокуратура, надзирающие органы за всем, уполномоченные по правам человека, юристы политических партий, общественных организаций всегда будут рады оказать посильную помощь. Поэтому, если сомневаетесь, не делайте. Если уж делайте, тогда не сомневайтесь. Но чтобы знать, что потом будет, когда уже сделали, очень трудно что-то исправить. – Мне кажется, что чем больше людей будут ходить и отставить свои права, тем и машина государственная, и все органы, которые могут помочь, но иногда этого не делают, не будет на человека смотреть, который отставит свои права, как на скандалиста. Мне кажется, надо больше ходить, больше требовать. – Самое главное, когда приходишь, требуя свои права, ты будь добр, все-таки говори, во-первых, не одними эмоциями, а нужны еще документы, которые принимаются к сведению и которые обязательно требуются во всех других инстанциях. Если ты приходишь и говоришь, а вот я считаю, у меня нарушено, ты вот сейчас вот сбегай за меня, то-то, то-то, то-то собери, а в первую очередь спрашивай, ну ты что сам-то, вы где были, что вам ответили. А я вот звонил, а я говорил, прошу, в обязательном порядке, нужно, необходимо, чтобы документы были письменные, письменные отказы. И тогда будет гораздо все проще. – Ну что, вы согласны с нами, что вечер-утро мудренее? – Ну, жизнь покажет, пока еще не ощутил. – Напомним, что сегодня у нас в гостях был уполномоченный по правам человека Александр Ильич Чистотин. Мы прощаемся с вами с пожеланиями доброго вечера. Ведущая Татьяна Кириллова, Олеся Калиниченко и звукорежиссер Светлана Васина.